не сможете почитать на игру не забейте на сюжет он бесполезный точнее не бесполезные они интересны ну и для прохождения тоже бесполезно как обычно фантазия просто блещет опять мы падаем причем на том же самом корабле ну да ладно ребята ребята сюжет не всегда в играх столь важен важнее все-таки геймплей в играх я считаю свой геймплей здесь потрясающий да это была спасательная операция теперь джейдона надо спасать в результате потому что теперь он не улетит из этой планеты вот корабль торговцев по-моему разбился полностью на нем тоже не улетишь привет спасибо силе это это место и те кто смотрел дрожь земли узнал червей да по песку ходить нельзя но джейден видимо не смотрел дрожь земли но зато смотрел я поэтому я в курсе что надо перемещаться по камням не очень сложная миссия но как бы эта миссия вносит разноразнообразие вообще которого последнее время в играх не очень часто встречается и поэтому я ее очень люблю как здесь нужно проходить если вы все-таки спускаетесь на песок то врубайте ускорение если вы хорошо владеете бани хопом то можно даже без ускорения пройти я естественно видел или это не в этой части было в общем не важно вообще на бани хопе можно все проскакать и вас кто даже не заденет за один раз можно переносить только одну деталь это можете почитать в миссион objective хотите поставьте на паузу хотите не ставьте я в принципе знаю все наизусть и буду вам рассказывать чтобы просто времени зря не тратить так я сейчас оттуда да если мне нужно в корабль все тут пробегаем нам нужно четыре части все они подсвечиваются если вы как бы потеряли здесь не знаете куда идти вот врубайте чутье и вот эту нам нужно детальку взять как бы не зная это на самом деле здесь можно долго бегать и искать именно вот эту деталь все так просто не увидишь проходим перемещаемся только по кролям кстати там внизу тоже как бы песок но почему-то там сервер не достает я на самом деле честно не понимаю почему ну и пока эта миссия давайте поговорим на отвлеченные немного темы расскажу об истории наверное джедаи найтов первая игра которую я уже начинал свой рассказ она была довольно давно уже выпущена там нужно было играть за кайла катарн и и про сетей случайно хотел сохраниться случайно выключил виден прошу прощения так рубаем скорость и бежим за вот этой деталькой проходил стан за кайла катарна было довольно здорово то есть это был шутер от первого лица но когда вы подбирали меч то можно было включать в общем шутер от третьего лица с мечом бои там не были такими уж прям интересными то есть все сводилось к такому рубилову но раньше это было действительно круто вторая игра она наверное самая лучшая в серии но единственное почему она мне не совсем нравится в общем там боевка на мечах не очень хороша как здесь есть там если вас снова допустим сбивают то вы долго лежите тупите если же вы падаете в этой игре то вы можете быстренько перекатом спокойно уйти из под удар а там конечно это мне жутко бесило когда кайл лежал полгода на спине и потом только вставал кстати червей не бессмерт не бессмертно их можно убить но нужно много гранат на них потратить поэтому я не буду наверное этого делать и в общем-то всех червей по моему нельзя убить так что поэтому бессмысленно это даже делать вот во второй игре второй части прекраснейший сюжет там даже интрига есть и это одна из лучших вообще игр по звездным войнам я ее проходить не буду потому что она нереально долгая и на джедай мастер я боюсь я просто ее не осилю но как бы на более легких уровнях сложности на ютубе предостаточно наверно тоже прохождений поэтому смотрите вот но лучше конечно играйте в нее сами так кажется мы прошли эту миссию все легко запомнили ну а третья бессюжетная но зато с отличной боевкой если бы создали бы четвертую часть которая будет совмещала отличный сюжет и хотя бы такую же боевку то есть она здесь отличная то была бы наверное просто уникальная игра но к сожалению эта игра никогда не скорее всего не выйдет потому что лукас артс теперь делает свои собственные игры компания в общем то забрала права у всех и последняя игра которая еще выйдет и назовут называться старая республика это будет и мамошка у нее скорее всего играть не буду здесь тоже в общем то бессмысленно смотреть на это потому что тоже опять же ничего интересного видите молния ударила рядом с нами поначалу будет играть довольно сложно и поэтому я буду бегать с оружием стрелять я очень криво здесь стреляю потому что я с оружием бегать не люблю ладно тогда буду с мечом все проходить так ну и вот в общем то лукас адс забрали права у всех не дают делать никому игры и делают свои типа слэшер как бы называется но я не знаю вообще какой там жанр можно подобрать этой игре потому что на слэшер она как бы тоже не тянет потому что слэшеры должны быть комбы а комп форс анлишде очень-то по-моему даже и нет он зато там есть прокачка слышали это на самом деле тоже мало на что влияет если первое форс анлишед ну жутко топорная игра но хотя бы там прокачка более менее интересная можно там несколько билдов отыграть то 2 еще тупее выводе играл и я могу вам только критику сказать по этим играм если они вы их нежно любите но это в этом случае вы скорее всего просто вот в эту игру не играли в ранешние версии джеда и на это как бы ничего страшного любите но просто не не всем этот жанр нравится я все понимаю графика лучше опять же сейчас разберусь не могу я говорить одновременно играть к сожалению вот графика конечно форс анлишете потрясная но на этом как бы все весь геймплей жутко топорный и неудобный хороший обзор на оба этих игры сделал игромания в общем то я с ней полностью согласен действительно игры в общем то говоря ни о чем но если вам нравится то пожалуйста играйте объем этого ситха или просто скинем его вот сейчас они более сложные и вот вы можете увидеть что бои достаточно интересны хотя их можно как бы убивать вот в таком каком-то прыжке имбовском который убивает просто всех с одного удара но я к сожалению этого делать не умею поэтому вот буду вот так вот пинаться поэтому те кто играет очень много в мультиплеер я не буду показывать очень высокий скилл и можете как бы если вы играете круче потому что дальше не смотреть что все будет примерно в этом стиле потому что никаких багов это игры я не знаю секретов когда тоже я вам вряд ли покажу потому что здесь ну в некоторых играх допустим олдскульных имеет как бы смысл искать секреты на последнем уровне сложности потому что без этого никак не пройти игру у вас хп просто не будет хватать то в этой игре как бы секреты ну ничего толкового не дает здесь даже инвентаря нету в этой игре и поэтому то что там в этих секретах я найду какую-нибудь хрень она мне прохождение не поможет нисколько да не может вроде убьют скоро сейчас я там еще помню два человека должно быть туда я подлечусь перед ними как раз в это время восстановлю в общем-то и свою силу пока я силу не буду использовать потому что сила используется но если имеет смысл использовать только когда он у вас третьего уровня до этого как бы толку от нее не особо много вот многие как бы делают ошибку когда говорят что молния в общем-то бесполезный навык и дальше прокачав на единицу они говорят дальше качать не буду потому что уж какая-то на тупая и неинтересно это ребята да действительно так но когда вы до качаете до третьего уровня поверьте она себя кубит потому что за половину маны вы получаете болит за меня к сожалению убили потому что здесь лучше по низу наверное идти сейчас я просто наверно прицелюсь и убью этого парня отсюда его не вижу вот сюда уж должен это типа такая снайперка там кайл убивает пиратов а мы должны как бы с этими пиратами в общем-то справиться здесь блин читая как-то не не додерживаю и получается у меня слабый урон когда вы лечитесь как бы не видно да что вы лечитесь можете там двигаться но лучше то есть мышкой вращать как бы но двигаться вам нельзя потому что лечение сразу же закончится так ну вот так по четверски мы его снимем правда как только стреляешь в него то он соответственно начинает видеть кстати интерактив есть блин как бы отсюда спрыгнуть то какой то есть способ в общем то здесь построены уровни так что можно всегда спуститься не потеряв ни единое хп поэтому нужно это просто найти есть интерактив такой с предметами как бы они все подчиняются вашей силе которые можно подобрать вот например вот это вот оружие тоже можно дальше толкнуть но повреждение оно никому не нанесет если даже вы попадете ну и пока у нас довольно слабый в общем то наш форс пуш что скинуть тоже мы никого не сможем а затем я буду очень часто им пользоваться чтобы скидывать так ну и на ситков конечно это тоже не не канает форс пуш они защищаются от него как это было в третьей части когда там кайл ой господи обиван кеноби и инакин скайуокер использовали этот форс пуш против друг друга и потом как бы оба отлетели но до этого времени как бы стояли и пушили каждый друг друга и защищались хотя возможно там что-то другое имелось ввиду отстой я вообще-то думал ну я умирать буду поначалу потому что поначалу как бы отражение бластро не очень не очень и поэтому меч мне будут пробивать а вообще как бы можно тут не париться бомбу я уже обезвредил мне просто нужно зайти вот сюда нажать вот эту кнопку и в общем то все и все противники исчезнут на этом вся миссия заканчивается ну как я говорю никакой запары здесь нет даже на последнем уровне сложности на тренинге